Всем привет, с вами Виктор. Сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо под названием горячая сковорода. Это блюдо готовится очень просто, как по мне это очень вкусно, я с удовольствием готовлю. Нам для этого понадобится отварной картофель 500 грамм в мундире, филе куриное 250 грамм отварное, богачный перец, я заранее нарезал кубиком 2 на 2 сантиметра 70 грамм, сыр твердый, натертый 100 грамм, шампиньоны 150 грамм, лук репчатый нарезанный соломкой 50 грамм, майонез 70 грамм, чеснок 5 грамм, сушеный базилик 2 щепотки, зелень петрушка, я заранее нарезал, перец, соль по вкусу. Присуем приготовление. Для начала я хочу отправить лук репчатый на сковороду, пассероваться примерно 5 минут до прожаршего состояния. Ни в коем случае не обжарить, а пассероваться. Пока у нас пассируется лук репчатый, я вам хочу показать, как нарезать шампиньоны. Большую часть я нарезал шампиньонов уже, пару шампиньонов я оставил, чтобы вам показать нарезку. Сейчас я хочу вам показать, как нам нужно нарезать шампиньоны. Вот такой размер мы можем нарезать просто на 4 части, вот так. Я не буду вам показывать, как я буду пассеровать лук репчатый и шампиньоны. Вот этот грибочек мы можем нарезать на 6 частей. Разрезаем пополам, каждую половинку мы разрезаем на 3 части. Вот так нам нужно нарезать шампиньоны, нарезка простая, дольки не сильно мелкие. Дальше я хочу показать, как нарезать картофель в мундире. Я заранее большую часть также нарезал. И сейчас хочу вам показать, как мы будем нарезать. Разрезаем пополам. И вот эту половинку мы нарезаем на три части. Разрезаем эту пополам. Вот так нарезанные картофели я перекладываю обратно в миску. Дальше я хочу вам показать, как нарезать филе куриное. Я также нарезал большую часть филе куриного. Разрезаем пополам филе отварное. И потом нарезаем вот такие кусочки. Вот такая у нас должна получиться нарезка. Это я его перекладываю обратно в миску. Хочу вам сказать по поводу перца. Перец я заранее нарезал 2х2, может быть 1,5х1,5 см. Вы можете использовать любой другой перец, который у вас есть. И также для пикантности вы можете добавить перец чили для вкуса. Это по вашему желанию. Сейчас хочу поговорить по поводу соуса. В данном случае я использую майонез. Сюда я добавил нарезанный чеснок. Вы можете использовать любой способ измельчения чеснока. И базилик сушеный. С помощью ложки я хочу это все перемешать. Соус я ставлю по сорвину. Лук крепчатый уже мне попассировался примерно 5 минут. И пришло время отправить туда шампиньоны буквально на 1-2 минуты. Отправляем. Лук крепчатый и шампиньоны я попассировал. По желанию вы также можете попассировать вместе с луком и шампиньонами. Перец в болгарске. Это по желанию. Я этого делать не буду. Друзья, у нас уже готовы все продукты для приготовления блюда. Что мы делаем дальше? Я возьму сковороду, в которой мы будем готовить блюдо. И сейчас мы будем с вами заполнять сковороду. Сюда мы перекладываем отварной картофель в мундире. Пока я укладываю продукты в сковороду, хочу вам посоветовать посмотреть одно видео на моем канале. Это плов с куриными крыльями. Очень вкусный плов получается. Кому интересно, в описании я оставил ссылку. Заходите и смотрите. Думаю, что вам понравится. Ну так, одним слоем укладываем. Дальше я сюда перекладываю отварное филе куриное. Равномерно делаем один слой филе куриного. Друзья, если вам понравится этот рецепт, или чем-то было полезно это видео, ставьте лайк. Это будет меня мотивировать снимать для вас новые интересные видео. Дальше я хочу посолить. Поперчить. Возьму силиконовую кисточку. И это все смажу нашим соусом. Старайтесь смазать соусом равномерно всю плоскость продукта. Дальше хочу сюда добавить шампиньоны. Также равномерно раскладываем. Потом перец. Дальше хочу это все посыпать тертым сыром. И половину зелени мы посыпим сразу. А половину мы оставим для украшения, для подачи. И вот эту красоту мы добавляем в духовку при температуре 180-190 градусов на 15 минут до золотистой корочки. Горячая сковорода готова. Очень аппетитно выглядит блюдо. Если у вас есть вопросы по поводу приготовления этого блюда, пишите мне под видео. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Вот и все. Кому понравится рецепт, ставьте палец вверх. С вами был Виктор. Подписывайтесь на мой канал. Удачи и приготовления. До новых встреч.